Здравствуйте! Вы смотрите выпуск СтопФейкНьюс. Здесь мы рассказываем о пропаганде в масс-медиа и разбираемся, кто врет в СМИ и зачем же они это делают. Меня зовут Марго Гантар. Продолжение следует... Эти слова Ирина Фрис, депутат Украинского парламента, в своем посте на Фейсбуке назвала такое заявление странным, мол, Украина никогда не претендовала на территорию Приднестровья и считает ее частью Молдовы. А еще предположила, что это заявление Додона является неким сигналом от Кремля относительно обмена Приднестровья на Крым. Этого оказалось достаточно, чтобы в российских СМИ появилась серия публикаций на тему того, что в Украине, мол, уже всерьез думают об обмене Крыма на Приднестровье. Причем, что это якобы уже официальная позиция Киева. Но просто подумайте. Ирина Фрис, депутат парламента. И вряд ли предположение одного народного депутата можно считать официальной позицией страны. И кроме того, если прочитать пост, полностью очевидно, что она не рассматривает возможность обмена Крыма на Приднестровье. Наоборот, Ирина Фрис пишет, Украина не торгует территориями, она уважает территориальную целостность других государств. Вести.ру, Спутник, Раши Тудэ и даже украинские вести сообщили, что в Луганске была якобы обезврежена украинская диверсионно-разведывательная группа. Что по доказательствам заявления главарей боевиков так называемых Луганской и Донецкой народных республик. А еще представители оккупационных властей так называемой ЛНР заявили, мол, что украинские диверсанты находились и среди их администрации. В москомском комсомольце написали о многочисленных видеозаписях свидетельских показаний, обличающих якобы вражескую агентуру. Но ссылку приводят только на одно видео. Показания пленного украинского бойца Сергея Иванчука. И тут нужно уточнить. Сергей Иванчук попал в плен к боевикам так называемой ЛНР весной 2017 года. То есть существенно раньше. И власти Украины заявили, что поскольку эти показания были даны после применения пыток, то их достоверность сомнительна. И к самой истории о диверсионной группе. В пресс-службе штаба АТО историю уже опровергли. В комментарии украинским национальным новостям спикер штаба АТО подполковник Василий Лобай заявил, Российские СМИ, так же как и сепаратистские, сейчас усиливают лживую информацию о вооруженных силах Украины, чтобы отвлечь внимание от тех событий, которые происходят сейчас в Луганске. В настоящее время у меня нет информации о том, что кто-то из вооруженных сил Украины, из военнослужащих, привлеченных к антитеррористической операции, попал в плен или пропал без вести. Тот момент, когда депутат Российской Госдумы попался на фотофейке. В день, когда стало известно о смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона, сатирический твиттер «Уголок Циника» опубликовал его фото с подписью о храбром старике, который, мол, был связным в отряде бойцов за свободу Новороссии. Соседи и друзья в Луганске знали его якобы как Михалыча, а однополченцы звали его по позывному «Чарли». И вот он попал, мол, в лапы бандеровцев, и, видимо, те перед расстрелом нарисовали свастику у него на лбу. Как сообщает полиграф «Инфо», невзирая на очевидную сатиричность твита, были и те, кто поверил. Среди них, по всей видимости, Игорь Морозов, член Совета Федерации от Рязанской области, полковник ФСБ в запасе. И вот Игорь Морозов сделал репост этого сообщения. Не он, правда, один. На момент подготовки материала у поста более 200 ретвитов и почти 500 лайков. Кстати, как можно узнать из материала «Открытой России», Морозов твит таки удалил. Но все равно успел получить свою порцию на смешек от московского комсомольца, который, по сути, опроверг это сообщение. Уже от кого от кого от московского комсомольца видеть опровержение особенно иронично, учитывая то, как часто мы ловим его на фейках. Вести.ру, Спутник и ряд других СМИ сообщили, что служба безопасности Украины якобы похищает женщин на Донбассе и подвергает их пыткам. Ссылаются на представителя оккупационных властей, так называемой ДНР, Дарью Морозову. Та заявила, что СБУ, мол, удерживает порядка 40 женщин по обвинениям в совершении несуществующих преступлений. В частности, назвала среди удерживаемых Дарью Мастикашеву, Юлию Просолову, Надежду Козлову. Но больше по доказательствам ничего. Мы обратились за комментарием к СБУ и нам опровергли всю эту историю. А те женщины, которых Морозова назвала, на самом деле задержаны согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Дарья Мастикашева, которую в российских МИ называют полицзаключенной, проходит по уголовному делу по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Мастикашева инкриминирует участие в подготовке провокаций против Украины, ведется следствие. Другая девушка, Юлия Просолова, также была задержана в СБУ. Ее подозревают в подрыве машины полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе Донецкой области. По ее делу тоже ведется следствие. О Надежде Козловой различные прокремлевские ресурсы рассказывают, как о девушке с Донбасса, которую якобы пытались изнасиловать украинские солдаты. И, мол, чтобы спастись, она взорвала гранату рядом с ними. Но в судебном деле, по которому Надежда Козлова проходила как обвиняемая, такие подробности. Козлова за день до взрыва с гранатой в руках совершила ограбление, угрожая людям. На следующий день она вышла на улицу с гранатой без чеки, подсела к незнакомым мужчинам, попросив довести ее до блокпоста. И не удержала гранату в руке, вследствие чего и произошел взрыв. В деле не идет речь о том, что погибшие в результате взрыва гранаты мужчины были солдатами. Еще в СБУ отметили, указанные во милиции являются фигурантами уголовных процессов. Они были задержаны в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Решением суда им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это было все на сегодня. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов, ловить их на лжи и манипуляциях. Если вы увидели новость, которая вызывает у вас сомнения в ее правдивости, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщить о фейке. Больше новостей и аналитики читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. До встречи ровно через неделю. Оставайтесь с нами. До встречи ровно через неделю.